всем привет меня зовут алена и вы на канале караколь стич начался сентябрь и вы знаете у нас тоже такое чувство что у нас начался сентябрь как-то у нас все время так пасмурно не могу сказать что много дождей да не так много но грозовые знаете как идут идут тучки гроза гром гремит и в общем-то прямо настоящий сентябрь еще тепло но уже не такие какие-то серые пасмурные ну да ладно эту вышивальную неделю я решила начать со своих чайничков если честно я уже вчера начала и как там не думаю а сейчас заправлю ниточку потом буду снимать перед тем как начну вышивать и что-то так заправила ниточку и пошла и прошла и короче говоря ничего я не сняла поэтому буду сегодня показывать вам вчерашний день что я вышила и так вот мы чайничек смотрите я заполнила вот эти все все вот эту серединочку полностью у меня были контуры я рассказывала прошлый раз что я люблю вышивать вот скажем контуры какие-то цветочки единичные крестики и потом заполнять одной ниткой чтобы уже не смотреть схему спокойненько вышивать но заполняю то есть запомнила вчера все это пространство повышевала чуть-чуть розочку у меня здесь остались вот эти в принципе это белые ниточки белые крестики тут так что все тут уже заполнила немножечко вот сюда прошла где-то тут что-то тоже было у меня пропущено в общем-то вчера такой хороший получилось у меня день а по-моему даже вот здесь еще вот эти вот крестики вот сюда до ручечку но так вчера нормально так получилось у меня повышевала хорошо и день был такой же как и сегодня опс ветер день был такой же как и сегодня не жаркий немножко пасмурный поэтому вышивать было достаточно свежо легко и я очень даже довольна вчерашним результатом вот видите какой у нас какая погода вроде нельзя сказать что уж очень прямо противно но такая серовастенькая и все в такой дымке даже вон горы и те знаете в дымке облака если вы вот сейчас увидите так спустились низко-низко вот они как видите итак за засекаем на каком этапе я приступаю ко второму своему вышивальному дню на этой неделе и завтра вам покажу что я вышила за сегодняшние пару часов доброго всем утра но смотрите мне сегодня на учебу повышевать не придется и смотрите как какая хорошая погода но вы посмотрите что творится ну так обидно вчера такая прямо осень осень вы смотрите уточки там плещутся а сегодня наслаждаются вы видите какая погода хорошая а сегодня когда можно было в общем-то спокойненько повышевать но мне надо уходить на учебу представляете как обидно ну что же делать надо так надо никуда не денешься сейчас покажу вам что я вышила за вчера что что прямо завидуя этим уточкам прямо хоть хочется тоже так поплескаться как они вы посмотрите сколько у них радости вы видите я немножечко отошла от солнышка потому что иначе будет плохо видно мне так кажется но вроде бы не темно нормально итак смотрим ну что же я на вышивала за вчера вчера я вот закончила вот здесь белую ниточку вы видите куда пошла также заполнила беленькие крестики вы помните я говорила именно розочку заполнила вот здесь почему-то пропустила как всегда у меня почему-то какой-то один крестик и пропускаю не знаю какой отвлекаюсь или почему не знаю но представляете вот этот синий цвет который вот здесь вот его надо один крестик вот здесь вышить как я так упустила не понимаю перешла уже на вторую розочку немножко контур серый здесь добавила здесь добавила но в общем-то мне кажется что вполне вполне такой приличный кусок я вчера вышила хотя у меня было не так много времени на вышивку но все равно я умудрилась мне кажется совсем даже и неплохо не устаю повторять что конечно вышивать но это просто сплошное удовольствие эти чайники настолько легко настолько они такие какие-то позитивные такие прямо зефирные цвета так все легко идет и ну просто это отдыхалочка несмотря на то что достаточно большая работа и большая тут много цветов не не так мало да не могу сказать что мало цветов но вышивается настолько легко настолько приятно глазу просто прелесть единственное как я вот уже говорю это мой опыт такой ну уже не первый но все-таки я же купила с джо сандой и чайники и купила помните прибрежное кафе вышивала но вот ниточки с хс пушатся вот пушатся они у меня и все у меня закончился кондиционер и мне надо купить кондиционер может быть сегодня вот когда пойду на учебу и зайду в магазин по дороге куплю потому что они у нас продаются но в таких небольших магазинчиках где в нитке иголки в общем такое все вот зайду куплю потому что но не могу вышивать они все пушатся они как-то вот этот пушок он скатывается в узелочки в какие-то и мне не нравится но я конечно приноровилась ничего такого страшного нету но все-таки это вот такой момент немножечко отрицательный для меня если бы ниточки демси были то конечно вообще шло бы как по маслу и на самом деле девочки я вот если кто будет вышивать эти наборы поменяйте канву наверное на 18 или на 16 хотя были вообще на равномерку и чуть-чуть меньшего каунта чтобы эти чайнички смотрелись более миниатюрно это на мой взгляд на мой вкус они будут тогда более такие какие-то выпуклые наверное очень красиво я уже честно пожалела что я не поменяла на 16 каунт ну как есть так есть ничего не сделаешь ну ладно к все тогда сегодня я не знаю получится у меня повышевать или нет но если получится то завтра вам обязательно покажу что я вышила ребят прошлый раз показывала вам в тенечке вышивку думала чтобы солнышко так не засвечивала и получилось немножко темновато ну да ладно сейчас уже поставила в тенечек но ближе так чтобы свет все-таки падал как я говорила я сейчас у меня усилие на учеба заканчивается слава богу то есть когда-то начинала сейчас уже подходит концу мой курс и последние денечки и конечно я совершенно не успеваю вышивать потому что приходится уходить рано и прихожу уже затемно и в темноте я не вышиваю но за вот этих пару дней я все равно повышевала хоть по одной ниточке перед уходом но я вышиваю и вы видите что я немножечко тут ручечку уже наметила розочку видите как уже она даже подросла я сначала первый день я вышила по-моему вот это темные ниточки да и второй день обшила обшилой розовенькими ниточками да и вот немножечко ручку и вот здесь вот серо-голубые то есть работа потихонечку двигается если бы было бы побольше времени но надеюсь что на выходные у меня получится по крайней мере хоть один из за выходных получится повышевать хотя вы знаете когда вот так вот учеба и дела домашние ты всегда оставляешь тоже на выходные и уж как заведешься так это же уже на целый день но сами знаете не мне вам рассказывать господи о чем мы вообще разговариваем лучше о вышивке поговорим так что я постараюсь сейчас вот перед уходом у меня есть какой-то часик вместо того чтобы делать опять же домашние дела я хочу может быть вот эту часть тут как-то вот повышеваю посмотрю я стараюсь брать где побольше крестиков одного цвета чтобы целую ниточку вышить и все иначе если мне тратить время на три крестика три крестика три крестика то это будет меньше итог будет более такой незаметный но ничего ладно все пошла вышивать завтра вам покажу что я успела или может быть чуть позже через часик итак мои хорошие посмотрите мне вчера удалось перед учебой вышить достаточно много вы знаете как-то так хорошо пошло у меня было мало времени но как-то карты легли я не знаю звезды сошлись планеты встали в ряд я не знаю что случилось но у меня как-то все так знаете одно за другим ниточка по ниточке и наверное у меня вчера было всего где-то часа полтора повышевать может быть чуть меньше час двадцать ну примерно да я почему знаю это время потому что я поставил у меня скачанный фильм есть и фильм идет час тринадцать или что-то такое и вот я начала и закончила под фильм ну где-то может быть плюс-минус да и и смотрите я вышила ручку но еще тут бэк нужен и здесь вот еще белые крестики но все равно я закончила носик тоже до у чайничка то есть все тут тоже только бэк немножечко что я сделал а я крышечку начала вышивать вы видите и уже даже тут вот наверх пошла здесь будет этот пимпочка ручечка то есть принципе смотрите как за вчера у меня вот такой большой кусок и плюс еще здесь были какие-то пространства вот и сейчас я даже вижу где-то пропустить но не пропустила не зашила вот здесь еще вот это это белый белый по моему цвет или розовый какой-то розовый другой да вот тут мне еще надо сейчас займусь как раз этим здесь несколько крестиков пустые но сегодня у меня будет такое время побольше повышевать и погода сегодня такая хорошая сейчас кстати я вам покажу погоду видите вроде бы и тучки да но небо где-то тут вот даже проглядывает голубое чуть-чуть то есть ветра нету дождь вроде бы как будто не намечается вот прямо сейчас сейчас да то есть он будет это сто процентов но будет попозже и у меня есть наверно спокойно где-то часа два два с половиной повышевать чему я несказанно рада и так продолжаем ну как я вам и говорила день прошел замечательно у меня была возможность повышевать и и давайте посмотрим что я вышла вуаля и вы видите что мой чайничек совершенно готов но вернее готов сам чайничек сами крестики бэк только начала и вы знаете я хотела уже приступить сегодня к другому сюжету скорее всего это будет ромашка атеи гувернер но я увидела что мне в принципе осталось совсем немного бэка смотрите я сделала бэк носик вот здесь даже уже розочки пошла листики кантики тут все вот эти то есть представляете мне осталось в принципе всего ничего сделать бэк и все поэтому я решила что нет все таки я сегодня тогда буду вышивать бэк закончу этот чайник и скорее всего завтра приступлю уже к новому сюжету и видите как я вам и сказала что но вышиваются они на счет раз на самом деле я даже не ожидала что я так быстро его закончу я так предполагала что мне еще понадобится дня два как минимум потому что но по времени вы же знаете что не получается но нет вы видите все пошло так замечательно быстренько и и поэтому сегодня буду заканчивать бэк и завтра приступлю к новому и так покажу вам что у меня получится завтра заканчивается моя вышивальная неделя я начала опять вышивать фону ромашки вчера вышивала и сегодня села вышивать и забыла вам вообще показать и снять и за вчера я вышила ну вот эту часть черного да большой кусочек и сегодня тоже буду продолжать вышивать этот черный фон потому что решила пока ну тут канва вот так дырявая от этого фона который я распустила вы видите да и мне не нравится я хочу это все зашить и потом буду продолжать уже ромашку поэтому я тут вам ничего и не стала показывать что я не серединку не лепесточки ничего не делала не вышивала только вот черный фон и так я продолжаю и потом покажу уже окончательный вариант что у меня вышилось за эти два последних вышивальных дня ну что вышиваю свою ромашку он в кустах игуана опять шастает вот они тут шастают и шастают против света снимаю плохо ее видно она такая зелененькая но это молоденькая маленькая сейчас попробую поближе подойти смотрите видите вот она совсем детка вот такая ярко-ярко зелененькая маленькая ребятенок даже вот я близко подошла даже не убегает я правда потихонечку подхожу чтобы не испугать ее тут какая малепулюська вы смотрите совсем маленькая ха ха я даже тут таких маленьких и не видел прямо как ящерка малюсенькая я не знаю сколько ей тут может пару месяцев месяц какой от роду любопытная тоже смотрит на меня я на нее она на меня маленький динозаврик такой смотрите зеленая зеленая хвостик длинный вон лапки хвостик закончилась моя вышивальная неделя ребятки я вот вам показываю да то что я успела вышить не так много на ромашечке вы видите что я только черный фон повышевала но не было возможности по крайней мере фон этот черный я зашивала не глядя ни в схемы никуда а быстренькая ну по крайней мере хоть что-то да и и второй мой сюжете который я на этой неделе все-таки добила опа смотрите какое у нас солнышко уходит только что было солнышко сейчас опять ушло это мой чайничек ну посмотрите какой он красивенький ну правда же ну смотрите прям такой как конфетки как зефиринки чайничек я весь вышла на этой неделе вы помните да то есть четыре четыре полных дня у меня ушло на сам чайник ну и вот пару денёчков я там чуть-чуть бэк один день второй день ну как получается но смотрите как замечательно здесь у меня золотыми ниточками тоже немножечко вышита а также на крышечки вот я пытаюсь то солнышко чтобы как-то попасть попала на чайничек но вот сейчас уже у нас вечер я снимаю поздно не получилось днем заснять но хотела уже вам показать чтобы могла выставить видео в конце концов а то никак не могу закончить вернее показать вам законченный чайничек и так все мои чайнички готовы бэк тут несложный бэк легкие мне в общем эта работа чайники просто шикарно понравилась отдыхалочка несмотря на свои достаточно немаленькие размеры надписи вот здесь я не буду писать вы видите это листики под дерево спряталась ох как листочки закрывают ветерочек надписи не буду я писать здесь потому что мне кажется ну по крайней мере сейчас я не хочу писать не розы не тюльпаны не маки мне кажется и так понятно что каждый чайничек со своим цветочком но все-таки я буду вот эти канделябры как они там называются рамочка вот эту высшивать да потому что рамочка там будет у меня тоже вот с такими же золотыми ниточками вот с этими и мне хочется но я люблю чтобы все блестело ну вот так так что мне хочется ну вот на этом все спасибо что вы были со мной как всегда кому понравилось ставьте пальчики вверх пишите комментарии подписывайтесь на мой канал всем пока пока чау-чау а